Еще одно событие, которое, конечно, мы гордимся этим, что мы создали, я не побоюсь этого слова, самый успешный проект филармонии и культуры Тувы за сто лет, это фестиваль Устухуре. В один клубок объединились очень многие аспекты жизни общества, это не только духовность, здесь вообще социальное явление, это тут интернационализм, тут зарождалась идея моделей развития совместно с Россией. Отсюда пошли первые правители Тувы, члены первого правительства Туинской народной республики, которые взяли курс на то, чтобы объединиться с Россией. Здесь родилась идея протектората России. Они сами обеспечивают свое проживание, питание, они сами, они в палатках там, сами покупают еду, сами переезжают, сами уезжают, оставляют деньги в Туве, как событийный проект туризма и как музыкальный проект. Несколько лет назад там начал играть джаз-бенд Тувы. На этом фестивале родился духовый оркестр. Фестиваль Устухуре, конечно же, автором проекта я являюсь и, конечно же, много моих друзей, музыкантов и друзей из сферы СМИ откликнулись на мою просьбу, на мою идею. Вместе мы дорабатывали. Очень много разных людей принимало участие в формировании концепции этого фестиваля. Родилось оно в 98-м году, когда в Туве было очень сложно. Кто может выдержать сложнейший период? Тот, у которого есть внутри стержень. И народ автоматически, интуитивно просто среагировал, они начали обращаться к ламу. Они начали, люди начали, чтобы в душе покой был, нужна обязательно святые такие вещи человеку знать. И люди схватились за свое, исконно свое родное. Малое количество лам. Ламы болели. Столько было служб, опевания. Я жил в это время в храме, увидел вот эту проблему. Ламы нужны, востребованы были. И как худрук ДК Чедана, как худрук Дворца культуры в Чедане, я понял, что много музыкантов начали умирать. Составы распадались. И многие музыканты, наши яркие музыканты, умирали, конечно же, раньше времени. Я объединил вот эти две проблемы. Надо придумать фестиваль, посвященный восстановлению храма. И оно, конечно же, очень мощно, скажем так, взорвалось просто. Откликнулись все, потому что эта проблема стояла во всей Российской Федерации. Уже стал историей первый республиканский фестиваль Уст-Ухрея-99. Можно с уверенностью сказать, что главной своей цели он достиг. Привлек внимание к проблемам буддизма в Туве и восстановлению не только Верхнечетанского монастыря, но и других, имевших подобную печальную участь во времена воинствующего атеизма. Первый фестиваль провели 33 группы, а на второй год уже больше групп. Российские музыканты приехали, Красноярск, Новосибирск, Питер. А на третий год иностранцы приехали. Потому что эта проблема, проблема поиска внутренней опоры, проблема поиска своего пути, искренних отношений, честных отношений обостряется сейчас каждым днем. И эта идея фестиваля востребована во всем мире, во всех городах. Потому что глобализация очень сильно толкает людей на материальные ценности. А люди нуждаются в погружении в себя. Они не могут ответить на вопрос, кто я, зачем я.